По традиции, общественные обсуждения начали с подведения итогов. Представители администрации рассказали, какими мерами поддержки предприниматели уже успели воспользоваться. Так, за последние полгода, которые бизнес-сообщества удались очень тяжело из-за пандемии коронавируса, городские власти заключили около ста соглашений о предоставлении предпринимателям субсидий на компенсацию затрат по оплате труда и коммунальных услуг. Но, конечно, большую часть времени говорили о проблемах развития бизнеса и предлагали пути решения. Я считаю, что, говоря о системе развития малого и среднего предпринимательства у нас в городе, нужно уделить особое внимание поддержке молодых предпринимателей, обеспечить комфортные стартовые площадки для них, для их развития. И, конечно, необходим обмен опытом с представителями малого и среднего предпринимательства по всем городам ЗАТО. Здесь я предлагаю провести форум на территории Сарова. Ну и, конечно, стоит добиваться федеральных субсидий. Отсутствие качественных кадров, несовершенная нормативно-правовая база, пропускной режим – вот что, по мнению участников общественных обсуждений, не дает предпринимательству в Сарове развиваться в полной мере. Чтобы улучшить инвестиционный климат, необходимо наладить качественный диалог между администрацией города и бизнес-сообществом. На мой взгляд, очень здорово помогло бы вот этот инвестиционный климат улучшить совместные проекты. Сегодня есть муниципально-частное партнерство, есть законодательство в этой сфере. Оно очень плохо идет еще по всей России. Но Саров очень часто выступал первым в разных начинаниях. И здесь, мне кажется, мы тоже можем реализовать крупные, или, может быть, не слишком крупные, конкретные проекты, которые позволят возродить или улучшить атмосферу взаимного доверия на территории между органами МСУ и между предпринимателями. Помощь в реализации крупных проектов готов оказать и Федеральный ядерный центр ВНИЭФ. Одним из возможных путей взаимодействия может стать сотрудничество с предприятиями малого и среднего бизнеса в области разработки оборудования, программного обеспечения, развития высокотехнологичной, но коемкой продукции, инновационных направлений. С моей точки зрения, дискуссии, подобные сегодняшней, отвечают на ключевой общественно-политический запрос нашего времени в России, здесь. А именно на запрос в участии, в принятии важных решений, которые касаются людей. Сегодня разные люди и предприниматели, и члены команды ВНИЭФ, и представители ядерного центра, администрации городской. Понимаете, разные были предложения, но ключевые, с моей точки зрения, касались того, как нам общаться, как нам не просто говорить навстречу друг другу, а как нам научиться слышать друг друга и понимать, и разделять обеспокоенности друг друга. Дискуссия длилась около двух часов. Предприниматели постарались провести это время с максимальной пользой, публично задать все волнующие вопросы и сразу получить на них ответы. И, конечно, озвучить, какая помощь им необходима. Есть проблема по кредитованию. Да, банки готовы предоставить кредиты под какие-то бешеные проценты, невозвратные вообще. То есть это, пожалуйста, бери не хочу. А вот если рассматривать какие-то, скажем так, льготные, какие-то условия у банков, то, оказывается, получить вот такой кредит, оказывается, очень большая проблема. Вот хотелось бы озадачить администрацию в данном случае каким-то вопросом о том, что предпринимателям надо как-то помогать, находить выходы. Внести свои предложения в раздел «Предпринимательство» нового меморандума может каждый желающий. Достаточно зайти на сайт командовнеф.ру или позвонить по телефону 9 90 78.